Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священие Григорий Геронимус. Сегодня мы продолжаем читать первую маковийскую книгу, пытаемся разобраться, о чем говорит автор этой книги, и все мы это делаем для библейского портала экзегет. Мы читаем первую маковийскую книгу в замечательном переводе, недавно вышедшем, снабженном многочисленными комментариями, этот перевод Брагинской и Шмайной Великановой. Сегодня мы читаем шестую главу первой маковийской книги. В пятой главе мы говорили о том, как Иуда Маковий уже не как партизан, уже не как недавний мирный житель, а как военачальник во главе такого вполне уже организованного войска сражался со многими народами, которые окружали Израиля, были чрезвычайно враждебны, причиняли вред. Иуда поразил многих окрестных правителей, защищая своих братьев и сестер, живущих в разных областях Израиля, собрал огромное количество людей в центральную область Израиля, в Иудию, в Иерусалим. Множество народу пришло к святой горе Сион, где был восстановлен храм, где совершались богослужения неподалеку от этого места. И шестая глава напоминает нам о еще одном персонаже этой книги, очень важном, и о котором мы давно не слышали. Это царь Антиох IV, Епифан, который и организовал страшные гонения против ветхозаветной религии. Из-за действий которого и началась та кровопролитная война, то противостояние, которое привело Иуду к тому месту, на котором он сейчас находился. Мы помним, что Антиох Ипифан в какой-то момент, нанимая большое количество наемников, в первую очередь именно чтобы расправиться с Иудой, и понял, что он терпит определенные затруднения с точки зрения финансов, его казна опустошена, и он предпринимает новый военный поход. Чем же это завершилось? Царь Антиох, держа путь через внутренние земли, услышал, что в Персиде есть город Элимаида, славный богатством, серебром, золотом, и в нем богатейшее святилище, а там золотые доспехи, панцири, щиты, оставленные Александром, сыном Филиппа, царем македонским. Когда-то Антиох Ипифан разграбил Иерусалимский храм, оттуда вывез все эти богатства, и золото, и серебро, которые там находились. А здесь вот он услышал, что есть какой-то языческий храм, в котором тоже много всего ценного, дорогого содержится. Эти ценности были собраны Александром Македонским. Кто такой Александр, сын Филиппа, царь македонский? Конечно же, это знаменитый Александр Македонский, одним из наследников которого, собственно, является Отсёх Епифан. Империя Александра Македонского разделилась на несколько империй после смерти последнего. И вот династия Селевкидов, представителей которой являлся Антиох Епифан, это как раз одни из наследников Александра Македонского. И вот он приходит в Персию и пытается взять город, разграбить его, но не смог, потому что его замысел стал известен жителям города. Они поднялись на битву против него, и он бежал, удалился оттуда, чтобы страшно раздосадованным возвратиться в Вавилон. Работает и разведка, и контрразведка, как мы сейчас сказали бы. Все его планы становятся известны, в городе предпринимаются какие-то меры предосторожности соответствующие, и он не успешен, не получается у него захватить этот город, ограбить это новое святилище, уже языческое на этот раз. И он возвращается в свою собственную столицу, в Вавилон. Тут пришли к нему в Персиду с таким известием. Отряды, отправившиеся в землю Иуда, были обращены в бегство. Лисий выступил в угове сильного войска, но был обращен в бегство перед лицом противников. Они же стали сильнее благодаря оружию, военной мощи и немалой добыче, захваченной ими в тех отрядах, которые они разбили. Кроме того, они разрушили мерзость, воздвигнутую царем на жертвенники в Иерусалиме, а святилище, как и прежде, окружили высокими стенами, равно как бы Ацуру, свой город. Антиох Епифан терпит поражение, бежит, возвращается в Вавилон. И вот новое известие. Новое известие о уже давных происшедших событиях. В то время не было телеграфа, не было почты. Скорость передачи информации равнялась скорости, ну, может быть, какого-то человека, который умеет быстро бегать. И вот только сейчас до Антиоха Епифана доходят эти известия, что Иуда Маковей разгромил все войска Лисия. Кто такой Лисий? Мы помним из предыдущих глав, что Лисий — это тот человек, которого Антиох Епифан направил для управления Иудеей, Израилем, для того, чтобы изничтожить израильский народ. Лисию было приказано не просто изгнать и, по возможности, вырезать местное население, но привезти туда иноплеменников, чтобы уже и вернуться было невозможно на те же самые места. Все это не получилось. Не то вышло, чего хотел Лисий. И не то вышло, чего хотел Антиох Епифан. Вместо этого Иуда Маковей разгромил войска Лисия и добился независимости и освобождения Израиля. И что самое важное, что докладывают Антиоху Епифану, они разрушили мерзость, воздвигнутую царем на жертвенники в Иерусалиме. Что за мерзость? Конечно, это имеется в виду алтарь, посвященный языческим божествам. Когда был осквернен Иерусалимский храм, когда Антиох Епифан разграбил этот храм, то он и повелел учредить там языческий жертвенник, чтобы это место было именно осквернено, не просто разграблено, а осквернено. Там приносились в жертву и свиньи специально, для того, чтобы уже не могли туда вернуться благочестивые иудеи и почитать Бога так, как они считают это правильным. И мы помним, что даже когда Иуда вернулся на это место, то даже вопрос был, а что теперь делать с жертвенником? Его разобрали и камни сложили в отдельное место и построили новый жертвенник в полном соответствии со тем, как это в законе древнем было положено делать. И вот обо всем этом докладывают Антиоху Епифану. «Разрушили они мир с воздействием царем на жертвеннике в Иерусалиме. Святилище, как и прежде, окружили высокими стенами, равно как Беацуру свой город». «Вот что было», — говорит автор первой маковейской книги. «Услышав эти слова, царь был огорошен, сильно потрясен. Он слег и лишился сил от досады, ибо все вышло не так, как он замышлял». Неудача за неудачей. Неудачный поход, а тут еще и с иудеи такие дела. «Так провел он много дней, можно сказать, в депрессии. Тяжелая тоска все сильнее охватывала его, и решил царь, что он умирает. Тогда он зазвал всех своих друзей и сказал им, «Сон бежит очей моих, и сердце сжалость от тревоги». Эти друзья царя, как мы помним, — это название должности, то есть это высокопоставленные военные, военачальники, те, кому царь доверял и давал разные поручения относительно целых крупных областей. И вот царь перед смертью в состоянии такого уныния, депрессии, он их созывает. И так ему говорит, «Сон бежит от очей моих, бессонница у него, сердце сжалость от тревоги. И сказал я сердцу своему, да какой же беды я дошел, в какую бурю попал я ныне, а ведь в былом моем могуществе для всех был я мил и хорош». Интересно, что Антиох Епифан здесь повторяет слова, когда-то сказанные древним праотцем Иаковым. И некоторые толкователи даже видят здесь намек на некоторое покаяние, которое он приносил в конце жизни. Он вот сетует, «Да какой же беды я дошел, в какую бурю попал я ныне, а ведь в былом моем могуществе я для всех был мил и хорош». Действительно, когда царь был на вершине, скажем так, своего могущества, то все к нему приходили. Мы помним, что он был очень щедр на разные подарки, на подкуп, потому-то и расточил он свою казну. И когда человек занимает какое-то высокое положение, конечно, для всех он мил и хорош. Теперь, когда неудача за неудачей, поражение за поражением, многие отступили от него. Он говорит, «Вспоминаю теперь о своей злодеянии в Иерусалиме и то, как захватил я все бывшее в нем, серебряные и золотые сосуды, послал войска, чтобы ни за что, ни про что истребить населяющих землю Иуды. И понял я, что из-за них постигли меня эти беды. И вот погибаю я в отчании на чужбине». Мы видим, что некоторые раскаяния здесь определенно есть. род этого раскаяния, мы не знаем. То ли это вот то раскаяние, приводящее к отчаянью, которое, может быть, испытывал в новозаветное время Иуда, предатель, то ли это действительно покаяние. Но так или иначе он переживает, говорит, что зря я вот разрушил храм, а грабил Иерусалим, решил просто так изничтожить Израиль. Вот из-за этого я в отчаянии погибаю на чужбине. Царь позвал Филиппа, одного из своих друзей, опять-таки речь идет не о друге, в том смысле, что какой-то человек, с которым он там приятельствует, а какого-то военачальника, поставил его править всем своим царством. Он понимает, что он отходит, умирает, вот зовет Филиппа. Отдал ему свой венец, то есть царскую корону, облачение. В древности одежда значила еще гораздо больше, чем значит она сегодня. И сегодня мы встречаем людей по одежке. В древности одежда еще гораздо большее значение имела. И вот царская одежда, это, конечно, очень важно. Вот он свой венец, корону, одежду и перстень, что особенно важно, потому что перстень, это печать отдает Филиппу. Чтобы Филипп руководил Антиохом, его сыном. Антиоха — это родовое имя, вот это Антиох 4, его сын будет Антиохом 5. И чтобы воспитал его для царствования. Так и умер царь Антиох в 149 году. Ну, это особое летоисчисление, связанное с именно временем правления селевкидской династии с империей Александра Македонского. Вот по тому летоисчислению, к которому мы привыкли, смерть Антиоха и Пуфана была в середине 160-х, простите, годов до нашей эры. Когда Лисий узнал о том, что царь умер, он поставил на царствование его сына, которого воспитывал с детства и которому дал имя Эвпатор. Это уже Антиох 5, Эвпатор. Те, кто засел в крепости, преграждали Израилю путь к святыням. Мы возвращаемся вновь в Иерусалим, к тем событиям, которые там происходят. До сих пор, вот где-то, недалеко от Иерусалима или в границах Иерусалима находится какая-то вот такая защищенная крепость, где войска лояльны по отношению к Антиоху Епифану и его наследникам. Они преграждают Израилю путь к святыням, постоянно стараясь навредить и поддержать язычников. Каким святыням преграждается путь? Конечно же, к храму. Идут какие-то мирные израильтяне, чтобы прийти в храм, принести там жертву, помолиться, поучаствовать в храмовом богослужении. И вдруг, вот какие-то выползают люди, населяющие эту крепость и вред причиняют. Тогда Иуда задумал уничтожить их, собрал народ, чтобы осадить их. Они собрались вместе, осадили крепость в 150 году, ну, по тому же летосчислению, через год после смерти Антиоха Епифана. А Иуда построил осадные площадки и машины, но некоторые из осажденных вырвались из окружения, а к ним присоединилось несколько нечестивцев из народа Израиля. Мы видим, как растет в военном отношении мощь Иуды. Когда-то, несколько лет назад, это были мирные жители, а теперь он строит осадные машины. У него уже не просто профессиональное вооружение, а очень сложная профессиональная военная техника, позволяющая ломать каменные стены. Это показатель такого очень прогрессивного, можно сказать, войска. Но, тем не менее, кому-то из этой крепости удается вырваться из окружения, к ним присоединяются какие-то отступники из, собственно, израильтян. И что они делают? Они отправились к царю и сказали ему, «До каких пор ты будешь пренебрегать судом и местью за наших братьев? Мы с радостью служили твоему отцу, поступали так, как он говорил, следовали его приказаниям». Уже новый царь, совсем молодой человек, антиох Пятый, эвпатор, то есть имеющий хорошего отца, так, чтобы польстить антиоху Епифану, назвал его Лисий. И вот к нему приходится такой жалобой. Мы служили твоему отцу верой и правдой, мы исполняли его приказания. А тут вот Иуда уничтожил нашу крепость. Из-за этого сыны народа нашего осадили крепость, стали враждебны нам настолько, что убивали любого из нас, кто им попадался, растаскивали наше добро. Не только на нас они посигнули, но и на все гранича с ними земли. Смотрите теперь, они уже разбили в Иерусалиме стан у крепости, чтобы взять ее, укрепили святилища, бетсуру. Если ты не опередишь их, они натворят еще больше дел, и не сможешь ты удержать их. Вот с таким донесением пришли к новому царю беженцы из-за этой крепости, так сказать. Услышав, этот царь разгневался. Он собрал всех своих друзей, опять имеется в виду, военачальники, возглавляющих войска, а также ведущих поводьями, то есть те, кто снабжают войска. А из других царств, из морских островов к нему прибыли наемные войска. Численность его войск была такова 100 тысяч пеших, 20 тысяч всадников, 32 боевых слона. Это колоссальное совершенно войско. С таким войском Иудия и его соратникам еще не приходилось иметь дело, включая страшную ударную силу, 32 боевых слона. Это как какие-то страшные танки, только психологическое значение имело наличие в армии слонов. Они прошли через Удумию, разбили стан возле Бетсуры и много дней вели отсаду. Построили машины, но осажденные сделали вылазку и спалили их, сражаясь отважно. Затем Иуда отступил от крепости, разбил стан в Бет-Захарии напротив стана царя. Царь встал рано утром, устремился с войском по дороге на Бет-Захарию. Войска выстроились к битве, затрубили в трубы, слонам показали кровь винограда и тутовника, чтобы настроить их на сражение. Затем зверей распределили по фалангам, представили каждому слону по тысяче латников в кольчугах с медными шлемами на головах. Кроме того, каждому зверю было придано по пятьсот отборных всадников. Они тотчас оказывались там, где был зверь и двигали вместе с тем туда, куда двигался он, не оставляя его. На слонах были крепкие крытые деревянные башни, притороченные к каждому зверю особыми устройствами. На каждом было по четыре вооруженных воина, сражавшихся с сединах слонах, а также и воиндеец. Оставшуюся конницу он расставил с обоих сторон на правом и на левом крыле, чтобы потрясать врага и прикрывать фаланги. Вот так детально описывает автор первой Маковейской книги те военные приготовления, те ухищрения, которые предпринимал Антиох V для того, чтобы разгромить Иуду и те, кто был вместе с Иудой. Во главе или, скажем так, в центре каждого такого военного подразделения находится слон, а уже с этим слоном 500 отборных всадников и 1000 пеших воинов. Они двигаются вместе со слоном и все это вместе очень грозная военная сила. Интересно, что перечисляя то, каким образом были, так сказать, вооружены эти слоны, какое было оборудование, упоминается еще, что при каждом слоне был индиец. Конечно же, слоны поставлялись из Индии, именно там обитают эти животные, и кто-то из представителей населения Индии вместе с каждым слоном тоже путешествовал, потому что только он, видимо, знал, как правильно вообще обращаться с этим животным. Когда солнце засверкало на золотых и медных щитах, в ответ засверкали горы и давали отблеск, словно огненные светильники, часть царского войска выстроилась на высотах, другая в низинах, и вот двинулись они уверенно и стройно. Как такое строгое военное описание военных действий, какие воины что делают, и вместе с тем такая вот удивительная поэтическая нота, встает солнце, сверкает на, отражаясь в доспехах, в щитах, и горы тоже откликаются, тоже сверкают, как огненные светильники. Вот напоминает это немножко воспоминание одного человека, который жил уже в 20 веке, молодой человек по имени Андрей, впоследствии мы узнаем его под именем митрополит Антоний Сурожский, он в качестве врача участвовал в Второй мировой войне в качестве военного врача. И вот он вспоминал, что один раз он находился вот там, где велась перестрелка между фашистскими войсками и теми войсками, где он был врачом, и он лежал, пригнувшись к земле, как и все другие, для того, чтобы избежать попадания пули, и вот в этот момент разглядывал, как живут своей жизнью муравьи, как вот они не замечают, что идет война и что-то делают, таскают там пылинки, кусочки какие-то для того, чтобы возводить свое жилище, и вот это такое вот оставило большое воспоминание у митрополита Антония Сурожского, также и здесь вот автор, который, ну может быть, он сам не был свидетелем, но вот он от кого-то явно слышал очень такие вот живые воспоминания, вот война, военное приготовление, вместе с тем, вот как живет своя жизнь у природы, солнце сверкает на доспехах, на горах, и горы светятся, как светильники в этом солнечном свете, и вот часть царского войска выстроится на высотах, другая в низинах, вот двигались они уверенно и стройно, содрогнулись все, кто услышал шум их полчищ, топот полчищ, бряцанья оружия, ибо войско было чрезвычайно большим и сильным, но Иуда со своим отрядом подошел и вступил в битву, и из царского отряда пало 600 человек, очень мало, конечно, по сравнению с этим великим войском, тут Иллиазар по прозванию Аваран увидел, что один из зверей оборонен царскую броней, к тому же превосходит ростом всех прочих зверей, и Иллиазар решил, что на нем то и находится царь, и принес он себя в жертву, чтобы спасти свой народ и стяжать себе вечную славу, он дерзко ринулся к этому слону в самую середину фаланги, разя направо и налево, перед ним расступались в стороны, он нырнул слону прямо под брюхо, заколол его снизу и убил, слон рухнул наземь прямо на него, и он погиб на месте, видя мощь царской державы и напор войск, наши отступили перед ними. Здесь рассказывается о таком вот жертвенном героическом поступке этого Иллиазара, и рассказывается, конечно, не случайно, чтобы показать, какое вообще было настроение в войсках Иуды. Вот один из его воинов, Иллиазар, увидел, что один из слонов больше украшен более красивым образом, он решил, что на этом слоне находится царь. И вот он героически принес себя в жертву, бросился под этого слона, потому что только вот снизу можно поразить со всех остальных сторон, невозможно это сделать. Убил слона и сам оказался погребенным под туши этого слона. но честно рассказывает автор первой Маковейской книги, что это не принесло ожидаемых результатов. Жертва была принесена, и это показывает, вот какой дух был в войске, но таких немедленных результатов это не принесло. в христианской жизни мы очень часто с таким сталкиваемся, вот ты что-то делаешь, где-то ущемляешь себя, что-то совершаешь, или вот видишь, что какой-то человеку что-то сделал такое удивительное, христианское, а иногда вот нет такой вот немедленной и явной отдачи, нет такого земного результата этого действия. И много таких случаев приходится, когда какие-то даже невероятные усилия предприняты, и в некоторых случаях даже действительно и жизнь человеческая принесена ради чего-то, ради какого-то другого человека, а вот таких вот явных земных результатов нету. Но правда Божия, она такова, что не всегда именно в каких-то земных результатах проявляется та победа, которую имеет тот, кто пожертвовал собой. В второй маковейской книге мы будем читать о маковейских мучениках, которые принесли себя в жертву до конца. Это события, которые были связаны именно с разграблением храма, которые предшествовали тому, о чем мы сейчас читаем. И Антиох Епифан многим братьям, семь братьев было в одной семье, говорил, или вы участвуете в принесении жертвы идолом, или вы вкушаете некошерные, запрещенные законом продукты, или вы в страшных пытках умрете. И вот каждый из них сказал, нет, я лучше умру, я не отступлюсь от верности закону. И так вот, чисто по-человечески, а в чем смысл их подвига? А в чем смысл подвига христианских мучеников, которые через два столетия приносили себя, свои жизни в жертву за верность Христу, за верность его учению, за верность его заповедям? А в чем смысл жизни, и в чем смысл подвига тех людей, которые сегодня где-то отдают свои жизни за Христа или за ближнего? И вот земной смысл он не всегда очевиден, но глаза веры подсказывают, что подлинная победа, она стяжается именно таким образом. И воины царского отряда выступили против них на Иерусалим, и царь разбил стан Ваудии возле горы Сион. Видя мощь царской державы и напор войск, наши отступили перед ними. Земного жертва принесена, но вот такого немедленного результата земного нет. Наши отступают, говорит автор первой Маковейской книги. Уже все происходит возле горы Сион, у самого сердца. Иерусалима. Царь Антиох Евпатор V заключил мир с жителями Бетсуры. Те, не имея продовольствия, чтобы выдержать там отсаду, вышли из города, ведь тогда суббота была для земли. Иерусалима. Что это значит? Вновь население Израиля под руководством Иуды Маковы вернулось к точному детальному исполнению Моисеева закона. А Моисеев закон подразумевает, что каждый седьмой год должен быть таким вот субботним годом, юбилейным годом. этот год не засеивают поля, так же, как в другое время года, в предыдущие годы. Этот год земля должна отдыхать, так же, как в неделе шесть дней человек трудится и седьмой день отдыхает. И в Ветхом Завете это исполнялось особенно строго. Так же вот в течение лет, шесть лет человек трудится, седьмой день субботний, седьмой год субботний. И здесь именно такой год. И поэтому продовольствия, конечно, меньше, чем в другие годы. И осаду выдержать особенно трудно. И вот люди вышли. Они заключили мир с Антиохом Епифаном. Тут уже такое войско, с которым сражаться невозможно. Так что царь взял Бетсуру, разместил там крепостную стражу, чтобы охранять город. Затем царь в течение многих дней стоял станом возле святилища. К самому храму подошел Антиох Пятый Евпатор. Он построил там осадные площадки, машины, огнеметы, каменометы и скорпионы, чтобы метать стрелы и камни. Все это разные виды мощных и страшных древних осадных орудий. Но наши тоже изготовили машины против царских машин, сражались в течение многих дней. Однако у них в годовых не было пища, поскольку шел седьмой год. Та же самая причина. Субботний год, в этот год не возделывают поля, так же, как в другое время, пищи не хватает. К тому же спавшиеся в иудеи от язычников съели остатки их припасов. Были припасы, но ведь Иуда из прошлых сражений привел огромное количество людей с собой. И вот припасы истощились. В святилище остались лишь немногие, поскольку всех прочих одолел голод, и они разошлись кто куда. Тут Лисий услышал, что Филипп, которому царь Антиох еще при своей жизни поручил воспитывать своего сына Антиоха для царствования, возвратился с Персидой и Мидией с теми войсками, которые были старем в походе. Пытается взять на себя дела управления царством. Поэтому Лисий стал торопить и подстегивать отступление и сказал царю военачальникам и воинам, мы слабеем день это дня, еды у нас мало, место, которое мы осаждаем надежно укреплено, кроме того, нас требуют к себе государственные дела. Поэтому давайте обменяем с этими людьми рукопожатиями в знак того, что заключаем мир с ними, со всем их народом и предоставим им поступать по своим обычаям, как прежде. Ведь именно из-за обычаев, все равно спасает свой народ. Там, где не получается это добиться путем военной силы, военного превосходства. Вот когда-то Иуда с несколькими тысячами своих соратников побеждал несколько десятков тысяч противников, но здесь пришло такое войско со всеми этими слонами и сотни тысяч людей, которые победить уже невозможно никак. И вот тогда Господь буквально чудесным образом освобождает Иуду через политическое противостояние так сказать воспитателей Антиоха V. Есть Лисий, которому когда-то Антиох Епифан поручил управление всем Израилем, который большие неудачи претерпел в этом деле. Есть Филипп, которому перед смертью Антиох Епифан сказал «Тебе поручаю мое царство, тебе поручаю воспитывать моего сына». Кто из них будет иметь влияние на царя? Кто из них действительно по факту станет наследником Антиоха Епифана и его империи? Вот выясняя отношения между собой, они в результате выяснения вот этих отношений между Лисием и Филиппом войска царя отступили от Иерусалима. Уйдем отсюда, говорит Лисий. Ему очень важно иметь влияние на царя. Он чувствует, что сейчас вернется Филипп, Филипп начнет принимать на себя дела царские, ему надо скорее прийти туда в Вавилон и первому принять царские дела. Уйдем отсюда, не будем сражаться, заключим мир, дадим этим людям возможность исполнять те обычаи, к которым они привыкли. Ведь из-за этого, из-за того, что им мешали исполнять эти обычаи, собственно, и все началось. Если б не это, они, может быть, и лояльны были бы по отношению к нашей власти. И вот царь уходит. Эта речь понравилась царю и военачальникам, он посхал заключить мир, а наши его приняли. Почему приняли мир? Почему непреклонный Иуда вдруг соглашается на мир со врагами? Да потому, что в этот мир входило, самое главное, возможность почитать Бога, возможность совершать богослужения, возможность приносить жертвы, возможность жить по закону отцов. Царь своеначальниками поклялись, и на этих условиях наши вышли из крепости. Затем поднялся царь на гору Сион, и увидев, как рукопреплено это место, отказался от той клятвы, которая поклялся, и приказал разрушить стену вокруг. Затем он спешно двинулся, возвратился в Антиохию, и обнаружил, что Филипп властвует над городом. Тогда царь вступил с ним в битву, и силой взял город. Мир заключен, но царь не выполнил все условия этого мира, разрушил укрепления, которые были воздвигнуты вокруг Сиона, вокруг Карусалима, но все-таки ушел в Антиохию, туда, куда-то в глубину своего царства, для того, чтобы выяснялись отношения с Филиппом, чтобы Лисис с Филиппом выясняли тоже отношения. И на этом заканчивается шестая глава первой Маковейской книги, которую мы читали в замечательном переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала Экзегет.